Ну и переходим к событиям Кубка Наций по Риму 2. Сегодня пару поединков с этого проходящего турнира. Спасибо парням за присланные повторы. Это Дарк Адмирал поединок и поединок моего земляка Ультрамарина. Вот и давайте посмотрим, почему все это дело провело. Это дело, да, вот именно это дело. Картинка называется, всем натуралам посвящается. Отвратительное, конечно же, зрелище, но не мог удержаться. Итак, за понт идет Дарк Адмирал. Берет он вот этих вот красавчиков. Четыре штуки. За понт так называемые ноги и мечники. В натуре ноги. Отвратительно. Понтийская царская кава 3. Каппадокейка 2. Наемные скифские. На левом фланге 1. На правом фланге 2. Кроме этого мы видим три пикинера. Два просто пикинера. Один пикинер с бронзовыми щитами по центру. Прикрывают они, прежде всего, конечно же, стрелков. Это восточная проща 4. Ну и кроме этого, восточные копеечки. Один здесь вот по центру стоит на сдачу, я так понимаю, взят. Вот. И спрашивал Дарк у меня про понт. Сколько брать кавы? Я сказал 6. Но 6 брать каппадокейк нельзя. Поэтому я сказал 4 капы минимум. Но вот мы видим три ударки. Ну, разумеется, оправданный выбор против колхиды. Я боюсь неправильно назвать ник игрока. Незнаемый, наверное, как-то так. Польский игрок, я так понимаю, судя по тегу PL, да, это Поланд, наверное. К сожалению, не знаю, не могу сказать. Ну, вот меняли люди много, особенно представители этого клана, свои фракции на колхиду. Ну, и давайте посмотрим. Итак, это гоплиты 3 по центру. Кроме этого, мы видим колхидскую знать в роли генерала. Всадники с дротиками, ударная кавалерия, один отряд. Все это по центру. Ближе к флангам у нас две знатные конницы. Кроме этого, два картыйских топорника. Один восточный копейщик, экранирующий отряд здесь. Еще одни горцы, да, мясной такой отряд. И картыйские топорники. Ну, картыйские топорники, это те товарищи, которые в ближнем бою-то они, в общем-то, могут и неплохо. Еще две знатных кавы и конные лучники. Два на левом фланге и один на правом. Ну, что ж, очень натуральный состав. Мы видим за колхиду. Отсутствует стрелки. Вот что меня радует всегда, скажем так. Чем меньше стрелков, тем больше раша, тем более зрелищно, более тактически даже, возможно, ну, как-то, наверное, поинтересней. Ну, а что наемные скифские? У них урон поболее. Урон у них 40. Дальность точно такая же, как и у конных лукарей. Но, видите, здесь урон 35, а здесь скифский сороковник, и они более предпочтительны. Ну, пока идет у нас небольшая дуэль между этими лукарями. Пытается, пытается дар где-то 2 в 1 поймать, да, но не удается пока. И идет вперед. Конечно, у него стрелки. Их нужно реализовать однозначно. Да, очень здорово. Посмотрите, как игрок за колхиду 3 перебрасывает на свой правый фланг и пытается законтрить здесь 2 хашки. Вот эти вот куда-то отправились. Непонятно, да. Возвращает их обратно. Здесь выманивает, ну, просто выманивает боезапас. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Чего бы их не пострелять. Это один из юнитов, в общем-то, соперника, соответственно. Почему бы и нет. Ну, и многие опять-таки говорят мне, показывать ближе, значит, проходящие бои. Не буду я ничего ближе показывать. Крупные планы, где вот удается там, как бы даю иногда, раз там за видео. Не то это, чтобы, так сказать, рассматривать. Даже в Вахе, как бы, больше все-таки интересуют составы, интересует тактическая составляющая. А разглядывать там... Нет желания. Ну, и да, такой упорный поединок. Мы видели с вами 14 почти минут. Вот мы на второй скорости смотрим, пока ничего не происходит. Вот, Дарк не хочет подходить ближе. Пытаются оба соперника как-то хоть реализовать свои хашки. Ну, пока, что здесь 3-х нету всадников, еще 3-х нету, еще 2-х нету. 8 потеряно всадников, здесь 2-х нету. 3-5. Так, и здесь, да, пока, пока в пользу понта, скажем так. Ну, понятно, что такая попытка навязать что-то, она... Да, можно легко нарваться на понтийскую царскую каву и мало не покажется этим восточным копейщикам. А это тоже еще один отряд, еще и улучки он. Так, все, у нас пики встали, фалангу пикинеров. И... Да, ну видите, как колхида мощно обходит понт. А понт стоит у нас. Посмотрите, какая огромная масса. 3, 4, 5, 6, 7, 8 аж отрядов. Да, о, вот, 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 вот. Видели мы это уже где-то. Хотя, вот, восточный прашник стоит, конечно, это совершенно напрасно он стоит. У нас восточные копейщики урубились в горцев, да. Пикинеры с бронзовыми щитами куда-то идут, непонятно. Ой, 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 попадает Кападокейка на левом фланге. Ну-ка, подождите, я не совсем понимаю, что тут происходит вообще. Кападокейка встряла под восточных копейщиков. Срочно, конечно же, здесь нужно помогать. И нужно помогать вообще массово, скажем так. Так, на левом фланге, а пикинеры с бронзовыми щитами зачем-то вот они выдвинулись вперед на гоплитов. А, пытался, наверное, наемными ногами прочаржить. Но если сейчас удастся этот чарж, было бы здорово, конечно, в спину прочаржить гоплитов. Это, а, нет, ну здесь не дают горцы пройти. Отряд еще не бежит. Да, и посмотрите, вот он, промежуточек образовались. И сразу же, сразу же, Калхида здесь своими гоплитами заходит на пикинеров с бронзовыми щитами. Бежит второй наемный ногой мечник. Непонятно, куда он бежит. Понтийская царская кава у нас вырубается здесь в знатную конницу. Здесь столько копеечков подходят. Еще и топорники, да, два отряда топорников. Мне непонятно, а вот эти-то стоят, они стреляют? Да, стреляют, стреляют и неплохо стреляют на лев. Ну, как-то не уверенно, мне кажется, Калхида на левом фланге. Ну, и в это время на правом фланге завязывается. Кападокийка чаржит у нас картлийских топорников. Ну, здесь как-то все пока в пользу понта, я так вижу. Хотя вот сейчас ударка заходит, заходит она внутрь этой такой импровизированной коробки. И прям бачком-бачком, смотрите, как гоплиты проходят у нас. Ну, и разбор сейчас, наверное, будет понта, конечно, здесь. Наемные ноги неплохо зашли они в топорников картлийских, но что-то бьют они их слабовато, скажем так. Здесь в стоячую, в понтийскую царскую сейчас войдет у нас. Да, да, в стоячую вошли. Конные лукари отрабатывают по понтийской каве. Кападокийка что-то не успела ничего набить. Здесь непонятно, что происходит. По тылам у понта гуляют садники с дротиками. Ударка, которая выщелкивает один за одним прашников понта. Восточных прашников. Ну, и как-то, я так вижу, уже понт подразваливается, скажем так. Давайте маленько ускоримся, поскольку... В общем, как-то так у понта тут все складывается. Ну, здорово, на топорников заходит ударка. Хорошо, прям. Здесь по центру все-таки пикинеры с бронзовыми, они даже атакованные с фланга, они стоят. Ну-ка, поближе, что тут происходит. Наемные ноги и мечники. Ну, сейчас, я думаю, они разберутся с гоплитами. Так, здесь наемные ноги сражаются против гоплитов и против колхийской знати. Ну, здесь не светит ни пикинерам с бронзовыми щитами, ни наемным ноги мечникам, скажем так. Однако, правый фланг все-таки понт затаскивает, несмотря на весь этот сумбур, который происходил и продолжает происходить на поле. Не, ну, вот сразу видно ваховца. Разбил все на вот эти вот ваховские пятаки и... Выкруживает здесь. Нет, ну а что? Вот у нас восточные остались. Здесь умирает знатная одна, умирают картлийские топорники. Чешут гоплиты им на перехват здесь пикинеры. Ну, пикинеры вообще в ближний можно, в общем-то, бой отправлять, скажем так. Каким-то чудом здесь сохранились восточные прашники. Слегка и наемные скифские. Каппадокийка чудом каким-то выживает после такого жесткого навала со стороны Калхиды. Пикинеры идут на помощь своим пикинерам с бродовыми щитами и на помощь своим ногим мечникам. Ну и в тылок все-таки удается локализовать. Гоплиты столкнулись с пикинерами. И бегут, бегут. Сейчас, сейчас, чержа, ну да, посмотрите, как здорово. Тут у нас наемные ноги заходят и Понтийская, Царская заходят они на гоплитов. И еще минус один отряд у Калхиды. Но, 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 но вот здесь вот сейчас, конечно, все пока в пользу Калхиды. Ну, почему-то одна Калхидская знать непонятно, почему одна-то осталась-то одна. Да и она и была одна, я насколько так понимаю. И каким-то чудом все-таки Понту удается, посмотрите, отстреляться, сохранить свою кавалерию. Ничего себе. Хм, не ожидал я такого исхода. Вот что Ваха Животворящая-то делает, посмотрите. Казалось бы, уже в раздолбанной полностью ситуации. Такой, да, провальный левый фланг. Промедлила все-таки Калхида на левом фланге Понта. Здесь у нас Понтийскую, Царскую, в стоячую входят картлийские топорники. Так, здесь у нас еще минус один отряд Калхиды. Ну, а Калхидская знать стоит и так, пикинеры с бронзовыми уже убежали. А нет, остались, до сих пор стоят. Вы посмотрите, что делается-то. Гоплиты все-таки разобрали. В общем, всех ногих мечников, два отряда, которые здесь были, все уже похерены. Так, ну и да. Ну, теперь у Конта остались стрелки. И, конечно, Калхиде здесь уже тяжело будет. Мне интересно все-таки смотреть, когда не знаешь результата. И наемные ноги 77. Так, итак, давайте подведем итог. К чему у нас подошли. Картлийские топорники 65, Калхидская знать 106, Гоплиты 35, Гоплиты 23. Ну, это маловато, конечно же. Пикинеры. Да, это слабые отряды, но тем не менее. Понтийская, Царская 25. Понтийская, Царская 18. 15, да, наемные скифские слукари. Восточная Проща. 48. Да, каким-то чудом, блин, эта Проща вся уцелела. Три отряда из четырех. Да, пусть они и покоцаны, конечно, и очень сильно покоцаны, но они уцелели. И сейчас размен-то идет он уже в пользу Понта, я так понимаю. Да. Ну, тут сейчас будет выгорожена коробочка, я думаю. Ну, что ж, до последнего сражайтесь. Несмотря на такой сумбурный Миттельшпиль, Эншпиль однозначно за Понтом. И, я думаю, здесь уже Колхиди не светит. Хотя, все-таки, вот эти Колхидская знать-то мощнейшие пехотные отряды. Ну, и не торопится уже Дарк, понятно. Сейчас нужно окружить. Нужно расставить стрелков правильно. Да, нужно бить будет с фланга. С тыла стрелять. Ну, с флангов достаточно даже обстрела будет. Да, прикрывать их пиками желательно, конечно же, этих стрелков. Ну, я думаю, если мы ускоримся, ничего страшного не будет. Так, пики, да. Не успевает опустить пики, но идет расстрел. Ну, как бы так. Ага, ноги и мечники зашли. Да, из-под своих пик. Шикарно зашли. Отличный чарж Понтийской-Царской в тыл. И хана, Колхида бежит. Ну, и по итогу... Ой, ну, шикарно отыграли, конечно, наемные скифские конники. Отлично. Генерал 110, 140 другая. То есть, ну, в принципе, по большому счету-то две из трех знатных сыграли. Кападокийка 72, 33. Это, видать, запопало на... С этой билось у нас кавалерии. Прашники 70, но отряд целый 40, но отряд целый 43. Отряд не сбежал с поля боя. Ну, вот этому, понятно, досталось на орехи. Ну, и наемные ноги 290, 80. Отличный результат. Пикинеры с бронзовыми. Хотя это не их функция, но тем не менее. Колхидская знать 153. Ну, Гаплиты 2 отыграли, да, из трех. Горцы, понятно, слились. Ну, и Картлийские 2 из 4. Конечно, этого мало. Плюс кавалерия, все-таки всадники с дротиками отлично сыграли. Что касается знатной кавы, очень такие средние, я бы даже сказал, ниже средних результатов. Ну, и как итог, 1400 на 1100. Так, и Лоренс Дюк у нас против Ультрамарина. Ультрамарин играет за адресов. Ох ты, я еще не видел за адресов здесь поединков. Ну, посмотрим. Тоже 15-минутный бой. Ой-ой-ой. Да, знаю эти поединки, очень тяжело их играть. Итак, фракийские прашники в количестве трех. Много кавалерий. Фракийская конница. Эта, которая не стрелковая. Фракийская конница. 2 на левом, 2 на правом. Также фракийская царская конница. И в роли генерала. И отдельно один юнит взят по флангам. Кроме этого, наемные ветераны. Гаплиты. Наемные просто гаплиты, я вижу, да. Наемные. Так, 3 наемных гаплита. И наемные ветераны гаплиты. Мощные такие ребята. Серпоносцы. 3. Ударная. Так, сколько натиск-то у них? 48. Ничего себе. Ну, и фракийская конница, которая стрелковая. 3. Так, и противостоять нерви. Ну, нерви опасная, конечно же, фракция. Это крестьяниново-бранцы. 2 по центру. Кроме этого, кельтские прашники. 3 по центру. Также мы видим здесь кельтских воинов, кельтских юношей. Это застрелы у нас. Могучие всадники. 2. Вот такой вот центр. И ярко выраженные фланги у нас. Это братья-копейщики. Присяга. И присяга в роли генерала. На левом фланге 2 присягнувших. Кроме этого, 1 застрел. И могучий еще один всадник. Ну, интересный такой тоже состав. Мы не видим свирепых мечей. 4 аж присягнувших. 3 застрела. 3 кельтских прашника. 6 стрелков. Мы видим братья-копейщики. 4 копья. И могучие всадники в количестве 4. Ну, такой... Как бы... И непонятно. Все-таки, если у адресов балансный состав, то здесь 3 застрела. В общем, полно стрелковых отрядов. Больше такой с уклоном пострелять. Будут сейчас ходить друг вокруг друга. Ну, ультрамарина мы знаем. Как вот на прошлом, на Чуэре, да, Ватиле он долго тоже запрягал там. Но по итогу, что у нас в одну вторую он пробился финала. Ну, я думаю, здесь будет повторяться та же история. То есть, из группы в любом случае должен выйти. А там будет видно. Ну, неплохо стоят адресские прашники. Вот сейчас они так прям хорошо. Ой-ой-ой. Ну-ка, давайте посмотрим. Удастся? Нет, не удастся. Была попытка афрокийской конницы пройти на кельтских прашников. Так, что мы видим? Ножки Асерора у нас опять. Да, но попадаются адресские стрелки у нас здесь. Чаржат их могучие всадники. И фракийская конница. Что она там себе прожимает? Скорость, натиск. А зачем прожали, если не чаржи? Фракийская царская неплохо ударила по присягнувшим. Но теряет, теряет. Фракийская заходит у нас могучих всадников. Ну, по-моему, могучие-то они пободрее будут. И серпоносы чаржа. Да, вот здесь вот очень здоровский момент. Конечно, ультрамарин ловит своей фракийской конницы кельтских юношей. Но подбегает присягнувши и бросает пилом. И здесь у нас могучие всадники поймали фракийских этих прашников. Но, я так думаю, сейчас их здесь за... И фракийскую конницу. Ну, здесь... О, шикарный какой проход. Хоть и захлопнут здесь этот могучий всадник. Но, посмотрите, он уже ничего себе под 140 нарубил. Нифига себе. Вот это прорыв. Вот это да. Ну, и вот здесь явно не в пользу фракийцев. А адресов, вернее, все это дело складывается. Пока. Пока не в пользу. То есть, зашли присягнувши. Захлопнули они здесь фракийскую конницу. Ей теперь не вырваться. Ветераны гоплиты. Ну, если выстоят. Ну, надо срочно все это дело, конечно же, поддерживать. Да, вот присягу сейчас спину расстреливает. Ультрамарин. Да, ну, опять-таки, да. Мы видим эти ножки. Вот что тут посеял эту тактику, ассерор. Ну, и фракийская конница. Да, вот здесь явно недоконтрольчик небольшой. Хотя нет, посмотрите. Нет, не успевает она пройти. Бьется она в эти. И не дотягивает. Чуть-чуть дотягивается до стрелков. Ну, тут не назвать это протаскиванием в таком чистом виде, скажем так. То есть, была команда отдана. И забыта была она. Это кавалерия здесь, фракийская конница. Так, ну, и на правом фланге удается все-таки фракийской этой царской коннице поддержать свои войска. Еще один отряд наемных серпоносцев здесь у нас появился. Фракийская конница отрабатывала здесь и в ближнем бою. И встречается чарж на чарж. Присягнувшие встретились с наемными серпоносцами. Мы посмотрим еще один чарж по присягнувшим фракийской царской конницей. Неплохо, неплохо пока она отрабатывает. Но потеряла уже половину. Крестьяне-новобранцы на фракийскую конницу заходят. Нужно срочно возвращать. Потому что наемные эти ветераны гоплит, они хоть и стойкие, ребята, но... Но, но, но... Да, могучий всадник, конечно, шикарный проход-то здесь был. Итак, у нас наемные гоплиты с крестьянами-новобранцами бьются здесь. Но, но... У нас вот эти наемные гоплиты, посмотрите, они от кельтских прашников сейчас отхватывают. Причем от одного, а от второго. То есть по факту здесь идет прям вот такой вот перекрестный обстрел. И я думаю, они долго не простоят, да, посмотрите, как быстро они тают. И все-таки не удается левый фланг. Ну, понятно, левый фланг здесь тяжело. Адрисам два присягнувших бьются, и все никак перемолоть не удается. Ну, и уже сейчас так вот я, насколько я вижу, да, присягнувшие-то целы. Снова, снова у нас охота за кельтской пращой. Но цепляется за кельтских воинов здесь, и наваливаются они на фракийскую конницу. То есть видно, что тактически-то как бы правильно все, но пока исполнение это временно. Да, и все-таки как не стремились Адрисы прижать кельтскую пращу, но пока не удается. И левый фланг все-таки так и не удается пока затащить. Серпоносцы отрабатывают и неплохо отрабатывают. Ветераны-гоплиты все еще держатся. И присяга держится, присяга. Конечно, да, надо фракийской конницей. Чержануть нет, все-таки упорный, какой я укатал фракийской конницей. Так, здесь у нас кельтские воины и крестьяне-новобранцы. Но вот это вот вообще непонятно, зачем было вот так вот просто отдать фракийскую каву. И все-таки на левом фланге все-таки удается Адрисам при поддержке стрелков, при поддержке кавалерии удается двух присягнувших уговорить. Но, но, ну-ка остается кавалерия. Да, у нас еще фракийская кава, царская фракийская. Да, надо срочно вот этих братьев-копейщиков остановить, потому что могучие всадники себе прожимают вот эту вот обилку. Антикавную с натиском. И братья-копейщики здесь с чаржа заходят. Они, конечно же, плохо будет фракийской царской каве и фракийской коннице здесь тяжело придется. Но посмотрим, посмотрим. Вот здесь вот сейчас многое решается. Подходит еще один присягнувший, да, на наемных ветеранов гоплитов, которые прожимают стену копий. Но не удалось решить Адрисам самого главного, конечно же, это вот это вот потревожить тылы. То есть вся проща как была, так и осталась. В то время как у самих Адрисов-тофракийских прожников мало. Нет, вот выдергивается генерал и все-таки контрится очередная проща. Ой, кельтские юноши за стрелы, вернее, убиваются. Здесь у нас... А, да, это тоже за стрелы. Да, вот как очень похоже. А кельтской прощи три отряда осталось. Ну и здорово, серпоносы заходят, их хоть и 14, но бьют они, бьют. Бьют кельтских юношей. И пошел в поход генерал за кельтскими прашниками. Ну и здесь могучие всадники, конечно же, добираются до фракийских прашников. Ветераны гоплиты, ничего себе, уже две лычки набили. 144 накосили. Ну и с учетом того, что двое присягнувших, конечно. Ну и генерал, расстреливается генерал у нас. Да, пока он гонится за одним из отрядов кельтских прашников. Второй ему стреляет в спину. Сейчас второй тоже еще один отряд будет стрелять в спину. Ой, нет, быстро как расправились. Ничего себе, вот это фракийская царская кава, действительно царская. Посмотрите как. Только я сказал, что не удалось решить адресом задачу. А не посмотрите, как прошелся генерал по кельтской пращи. Вообще просто шикарно прошелся. И эти фраги у него хоть и много, и они набиты, конечно же, в основном на прашниках. Но это очень полезные фраги. Особенно вот в таком эндшпиле очень полезные. Но тем не менее, слишком много стрелков. Кельтская праща 90, юноши 44, юноши 35. Но жива кавалерия, жива кава пока. У адресов и сложно здесь что-то сказать. Очень упорный бой. Ну, присяга жива. Нечем убивать присягу. Посмотрите, 100 аж присягнувших. 113. Нет, не дотянуться фракийской конницей, конечно же, не дотянуться. И выхватывает фракийская конница. Да-да-да, надо генералам срочно. 52. Нужно добивать всю эту пращу. Но здесь бегут братья-копеечки. Их 54. И от них может нехило достаться. Да, вынуждены адресы отходить. Ну, фракийская, конечно, ляжет здесь. Под присягнувшими. Так, но здесь что у нас? Фракийские прашники. 18 из 90 и 45 из 90. Боезапасы у них еще есть. Да, как кружит. Вот, посмотрите. И Лоуренс не дает просто поймать свою пращу. Бах, все-таки дотягивается, дотягивается все-таки. А, да, здесь же можно протаскивать. Ну, так, конечно, да, посмотрите, как замечательно. Кельтскую одну, кельтская другая убегает. Кельтские юноши, ну, фракийские прашники, конечно, уступают. Это не уступает ближнему бою кельтским юношам. Ну, и по-прежнему, по-прежнему жив присягнувши. 95 их осталось, и здесь 113. Да, не удается отстоять фракийскую пращу. Ну, как же так их в ближнем бою попались они. Без прашников здесь не победить адресом. Ой, упорный поединок какой. Генерал Красава. 300. Ой-ой-ой. 300 с лишним. Ничего себе. Да, это понятно, что это стрелки. Но, извините, 300 стрелков. Убить это тоже дорогого стоит. Так, и остатки кельтских прашников. Сейчас будут сметены просто-напросто. Не удастся, я думаю, братьям-копейщикам добежать. Нет, удается, удается все-таки. Да, удается добежать. Ну, чуть-чуть покоцали. Чуть-чуть. Ну да. Если бы еще фракийская, знаете, человек в 20 бы оставалось. Завязывает ближним боем. Да, ветеранам-гоплитам сейчас прожимается фаланга гоплитов. И можно было бы по телам этих присягнувших чарджет. Но, опять-таки, не та эта кава. Отрабатывают фракийские прашники. Но, да, здесь еще очень сильно помогают вот эти вот, кто они, братья-копейщики. Вынужден ульдо маневрировать своим генералом и уводить его. Но здесь уже все-таки против присяги будет тяжело, практически невозможно. Ну, что ж, упорный такой поединок. Чуть-чуть не хватило адресом. Ну, как чуть-чуть. 112 и 95. Ну, так. На 200 присягнувших. На две сотни присягнувших не хватило. Да, истощены войска уже у одного и у второго игрока. Ну, и... Да, даже если бы присягнувший без генерал. Да, стена щитов здесь прожимается. Чардж, отход. Ну, генерал-герой здесь, конечно, 361. Ой-ой-ой-ой-ой. Эти натиски, конечно, они уже не ударка. Ближнебойная кава. Еще один натиск. Ну, что ж, очень упорный. 1480 разница. Ну, в принципе, не критическая, не критичная, точнее, разница. Хотя, с учетом того, что 1860 было, то есть чисто статистически, конечно, нерви здесь более в плюсе, скажем так. Ну, вот, да, фракийская конница, все-таки два отряда этих хашек слабовато сыграли. Генерал, изумительно, 374. Ну, все остальное, фракийская, царская, все-таки 79. Да, маловато. Ну, и гоплиты, гоплиты сделали, что могли. Серпоносцы. Неплохо, два отряда прямо, 129. Прекрасные цифры, 160. Ну, что ж, вот такой вот поединок. Остались все-таки у нас целые присягнувшие. 200 и 197 набили эти отряды. 140. Вся присяга сыграла, посмотрите, замечательно. Под полторы сотни два и под две сотни еще два. Огромные цифры. Кельтские воины, 146. Отличный результат для такого отряда. Ну, и один могучий всадник, 135. Вот это отличился вообще. Хо-хо-хо. Вот такой вот поединок. Good Game. Спасибо за внимание. Всем пока.